С 1 января 2019 года вступили в силу новые правила обращения с ТБО, твердыми бытовыми отходами. Изменения коснулись всех субъектов Российской Федерации, ну и Самарская область не стала исключением. Изменения не всем пришлись по душе, а для многих суть преобразований просто непонятна. В общем, будем разбираться. Поговорим сегодня о мусорной реформе. Это цифры. Сама реформа на первом этапе вызвала неоднозначную реакцию. Негативную по большей части. Основной вопрос, а как платить за вывоз мусора? По душевой сбор многим кажется понятнее, чем привязка тарифов к квадратным метрам. Хотя второй вариант, согласно некоторой калькуляции, весьма приемлем для некоторых категорий граждан. Но, например, семья из четырех человек, живущая в двушке, 52 квадратных метра, на момент старта реформы ежемесячно платила в районе 100 рублей с человека. С площади 4,5 рубля за квадратный метр. Если упростить, то 400 рублей против 230 рублей. Но это не все. Хочу напомнить, что в одном из своих интервью на старте реформы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призывал население региона выработать вместе оптимальные решения. Модель образования платежей. Тем самым он косвенно дал понять, что эта непростая реформа может трансформироваться. Муниципалы уже активно включились в процесс реформирования реформы, как бы это ни звучало. Удивил Тольяттинский глава Сергей Анташев. Предложил губернатору рассмотреть подушевой вариант взимания платы за вывоз мусора, если жилплощадь не превышает 300 квадратных метров. Азаров поручил Анташеву предоставить сценарии изменений для рассмотрения. Надеюсь на успех мероприятия и как житель Самары на Елену Лапушкину. Лично для меня такой подход более выгоден. Я живу один, оплату с площади считаю несправедливой. Экостройресурс вообще завел мне два лицевых счета, шлек по две квитанции. С разными суммами и какими-то долгами. Кому-то говорят и по три приходят. Но это частности. Есть и другие частности. А вот как быть дачником? Вот 4 мая Азаров встретился с председателями дачных товарищей региона. 9 апреля дачники из СНТ Карьев пришли на личный прием главе региона и рассказали, что им начислили оплату за вывоз мусора с начала года. Хотя фактически дачники заехали на участки только в апреле. Дачников поддержали в ОНФ. Начисление по тарифу для товарищей будет проводиться с учетом времени фактического пребывания дачников на участках. То есть в течение полугода. На встрече Дмитрий Азаров заявил, цитирую, Во-первых, у садовых товарищей, которые оформили контейнерные площадки, есть возможность платить по факту накопления мусора. Там, где оформить не успели, мы будем применять понижающий коэффициент 0,5. Это решение уже принято, заявил Азаров. Вот думаю, что мусорная реформа будет и дальше корректироваться. 15 мая 2019 года на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ опубликованы итоги деятельности Экостройресурс. Ну, на ловца и зверь бежит. Так вот, регоператор за первый квартал текущего года собрал и транспортировал 207 тысяч тонн или 1,380,000 кубических метров мусора. Согласно отчету компании, наибольшая часть отходов была собрана на территории Самары. 78 тонн и 520 кубометров. На втором месте Тольятти. 45 тысяч тонн и 303 кубометра. На третьем, Сызройн, 15 тысяч тонн или 105 кубометров. В отчете также сообщается, что за первый квартал 2019 года Экостройресурс не было ликвидировано ни одной несанкционированной свалки. Может быть, поэтому за отчетный период было собрано и транспортировано лишь примерно 200 с небольшим тысяч тонн отходов. Если такая динамика сохранится, несложно посчитать, что по итогам года, то есть за 4 квартала, объем мусора составит 830 тысяч тонн. Хотя в территориальной схеме обращения с отходами тариф рассчитан из объема в 1,8 миллиона тонн по году. Возможно, Экостройресурс доберет данный объем за счет ликвидации незаконных свалок. Согласно отчету компаний, за первый квартал ни одна из них ликвидирована не была. Видимо, это было непросто сделать в зимнее время года. Ну, если смотрите нас по телевизору, не переключайтесь. А если в Ютубе, подписывайтесь на Теру, ставьте лайки, если понравилось, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну и комментируйте, конечно. Пока!